привет всем сегодня у нас на обзоре такой замечательный телефон как xiaomi mi a2 lite именно a2 lite lite версия не полная а именно lite версия он очень примечательным примечательным тем что здесь micro usb и две nano sim карты плюс микро идти карточка до 128 гб я его приобрел пушным пушным это будет пушным в употреблении состояние телефон работает отлично свои плюсы и минусы как бы по оценкам по моим оценкам телефон твердая четверка кроме некоторых нюансов конечно я про них сейчас буду рассказывать спереди у нас есть экран ну давайте сделаем так акцент мы будем делать на 2020 год спереди у нас экран как ни странно экран у нас тут 6 дюймовый практически 584 разрешение экрана full hd по правильному надо говорить full hd плюс или еще что то потому что 18 9 соотношение экран экрана экран очень 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 отзывчивым есть один большой минус то что он не яркий и ярком солнечном свете экран конечно очень очень тусклый есть моно бровь она как не мешает ни к чему вы можете посмотреть какие уведомления у вас есть вот здесь вот последнее уведомление у меня с алиэкспресс чат во время час уже ночи и заряд аккумулятор 77 процентов снизу у нас есть навигационные кнопки это назад тому и многозадачность можно как бы управлять жестами но я не люблю и жесты и не умею не умею их использовать нормально есть камеры передняя я не знаю даже какое там разрешение потому что она снимает ну снимает практически отвратительно если так честно говоря она снимает отвратительно сейчас посмотрите она снимает отвратительно ведь шумов очень очень много динамит такой прорезь для динамика она такая маленькая слышно слышно практически без нареканий есть датчик приближения и датчик освещения здесь находится сверху снизу здесь у нас есть светодиодный индикатор о том что у нас есть какие то пропущенные события про экран рассказал экран у нас вот отличный отзывчивость на высшем уровне но есть некоторые нюансы смотрите у вас что почему то он иногда бывает сейчас она работает отлично иногда бывает что надо допустим до конца вот так вот подумай практически до конца досюда где-то и тогда она только выходит экран разблокировки вот видите иногда бывает вот так вот она тупит в основном все отлично с правой стороны у нас кнопку включение выключение и и кнопка регулировка громкости качелька громкости кнопка с левой стороны у нас лоток вот две наносим карты и одна микроэзди сверху у нас есть три с половиной миллиметра аудио джи плюс микрофон второй еще плюс есть инфракрасный порт для управления телевизором вот видите я специально выставил все это дело и работают отлично есть динамик один вот этот по моему динамик это микрофон и микро юсб порт не тайп си камера двойная есть светодиодная вспышка плюс есть датчик отпечатка пальцев не датчика по идее сканер отпечатка пальцев а по правильному надо называть дакталоскопический сканер вот она работает практически хорошо вот видите ну где то 8 7 7 из 10 практически вот отрабатывает нормально но иногда бывает почему то вот так вот зато она работает конечно не так очень быстро допустим тот же пока фон f1 но видите она коснулся все не успевает даже подумать о чем то а здесь коснулся и ждешь в принципе нормально за два года телефон конечно очень очень хорош за эти деньги камера головая она тоже шумная очень хоть и стоит там google камера вот видите шумов очень много так кто то может сказать что из за то что не хватает цвета но света тут хватает этого но шумов конечно очень очень много читабельно все нормально ну сфотографировать документы и отправить в самое то потом плюс еще большой плюс этого телефона то что аккумулятор тут на 4000 мАч и его хватает конечно очень даже хорошо но есть один большой минус в режиме ожидания она почему то высаживает аккумулятор очень хорошо а вот смотрите youtube еще что то она работает очень 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 шикарно хватает телефон надолго еще отзывчивость отзывчивость не экрана а вот отзывчивость самого телефона как то хромает тоже вот сейчас смотрите будем играть совой серферс она не тяжелая игра такая ну легкая такая аркадная игра простая с которым должны справляться все там маломальские телефоны но здесь почему то он сейчас смотрите бывает влечит я вот не поленюсь буду играть и вот видите есть мелкие 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 фризы телефон практически не греется здесь здесь установлен 625 снапдрагон видеоускоритель 506 адрена по моему да это 4 кб оперативной памяти и 64 памяти постоянной плюс можно расширить микро SD карточкой на микро SD карточки вы можете вот видите она как лагает фризы короче и ну и логучесть тоже есть микро на микро SD вы можете все свои медиа данные переместить но приложение и что еще приложение и загрузки обязательно будут идти на память телефона благо его хоть здесь хватает на 64 гб но как бы есть как бы вот такие вот нюансики сейчас вот мы как бы более или менее разбежимся и вот видите она начинает вот так вот дергаться когда начинаешь очень быстро бежать дергание конечно становится еще быстрее и сильнее смотрите 4 гб оперативной памяти 64 своей 625 снэпдрэгон он набирает фантуту где-то в районе 90 тысяч баллов я вот открыл youtube только что он перезагрузился где 4 гб памяти хорошо давайте мы в игру и твой зайдем обратно он перезагрузился 4 гб память она вообще ничего не держит на своей памяти я вот не знаю почему может быть именно косяк моего телефона но вот такой вот минус в этом телефоне имеется 2 гига 2 гигагерца здесь 14 нанометров техпроцесс ну почему то вот смотрите полторы гигабайта гиги 600 мегабайтов здесь свободно ну почему то он не хочет держать ничего в памяти сейчас давайте зайдем сюда обратно он опять будет перезагружать youtube давайте зайдем он перезагрузился давайте в CPU Z зайдем видите ну здесь хотя бы он остался ну его взял выкинул вот а так телефон что телефон двадцатом году кому она подойдет она подойдет только тем людям которые не пользуются телефоном очень активно и не включают мобильные данные постоянно почему если мобильные данные постоянно будут включены у вас телефон конечно будет садиться очень быстро и на глазах снаряд будет таять вот я вот именно в режиме ожидания на ночь оставляешь может да я согласен надо наверное на ночь синхронизация отключать а м тогда конечно зарядку она держит более или менее потому что допустим резервную копию ватсапа делает на у меня делают ночью два часа ночи вот может быть тогда я она как раз таки высаживать я не знаю кому она подойдет она подойдет тем людям у которого она уже есть и тем кому допустим хватит поиграть косынку 2048 пау-пау хил клы длинные нарды шахматы и все тот же сауи серферс здесь играть уже как бы не очень-то приятно потому что бывают такие фрезы динамики очень громкие хорошие нормальные все относительно хорошо но такие вот минусы вам не подойдет если вы хотите поиграть и чтобы камера снимала очень хорошо потому что камера по отношению того же пока фон снимает очень-очень слабо так что подписывайтесь дальше будет обзор игр пабок асфальт не спустит посмотрите на что он способен и что он еще умеет а еще плюс один он относительно небольшой уже 584 дюймов мы уже считаем как небольшой телефон а помните 2013 14 году 5 и 7 это у нас был ноуты самсунг галакси ноут он считался как лопата для него специально покупали люди одежду с кармашком большим чтобы класть телефон а этот телефон даже карман джинс спокойно помещается вот такие вот плюсы и минусы ну данный телефон на твердую четверку как бы вот так ставьте лайки подписывайтесь комментируй до свидания вот так и